Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, городской округ Люберцы. Как он живет, чем живет, что нового, что интересного, что выполнено, что предстоит выполнить. Обо всем этом мы говорим сегодня с Еленой Сергеевной Кончелли, членом общественной палаты, представителем комиссии по социальной политике, делам женщин, семьи, детей и благотворительности. Ну и, конечно же, первый вопрос, который я хочу вам дорисовать. Это же, наверное, один из самых трудных отрезков или участков работы, потому что это непосредственное участие в боли людей, которая такая глобальная. Это и здоровье, и проблемы неустроенности в семье, и, в конце концов, соседи, все что угодно. Вот где вы берете силы для того, чтобы, знаете, как в хорошем смысле слова, все-таки пропустив через себя боль каждого этого человека, не расслабиться, а приступить к решению этих сложных проблем, чтобы помочь этим, этим, этим людям? Да, добрый день. Мне вообще помогает много что. Во-первых, помогает семья. Когда ты имеешь хороший тыл, это безусловно. А второе, очень не помешало образование педагога-психолога. Пришлось прямо вот к месту. И третье, правильное отношение, вот вы очень верно заметили, к тому, о чем вы сказали. Потому что в себя пустить надо, но тут же и выпустить. Потому что проблем у людей много, а еще надо быть со здравой, холодной головой, чтобы дать правильный какой-то ответ, решение, подсказать, направить. Я же не специалист в этих многих областях, но большему количеству людей, из тех, кто обращается, нужен внимательный собеседник. Это в первую очередь. То есть проблемы у людей разные, но высказаться, чтобы кто-то тебя внимательно послушал за чашкой чая, можно далеко не в каждом кабинете. Поэтому общественная палата такой орган, где можно человека принять, его выслушать. И дальше есть возможность его направить. Если мы не ограничимся тем советом, насколько я имею возможность его дать. Если этого не происходит, значит я направляю, и мало того, я эту работу координирую. То есть мы с этим человеком на какой-то прямой связи. Насколько у него решился вопрос. Не решился. То есть вы не бросаете, не передаете, просто и забыли. Да, то есть таким образом, и вообще я думаю, что в целом, во-первых, это подход общественной палаты. Ну и в частности, действительно, у меня люди, у меня дети. И большой-большой блок в связи с этим. Даже не скажу, что проблем, просто ситуацией. Потому что проблема, да, это же жизнь, мы живем. Это не проблемы. Я всегда это называю, все можно преодолеть, все можно пережить. Человек, такое существо, он адаптируется ко всему. Надо просто правильными глазами на это смотреть. И иногда достаточно человеку сказать, что то, что вы видите, это не квадрат, а вообще это куб. И убедите его. Вы просто не видели. Да, и в этом его убедите. Посмотреть на ситуацию, да, по-другому. Ну, еще один такой вопрос, вводный, что называется. С другой стороны, логика подсказывает, есть у нас, скажем, власть исполнительная. Есть власть законодательная. На разных уровнях. Правильно ли я тогда понимаю, что иногда власть, ну, не достучишься до нее, и поэтому все общественные палаты, которые создаются на разных уровнях, это еще один из способов, чтобы человек не потерялся за кипой документов. За какими-то указами, за чиновниками, которые не всегда бывают на своем месте. И мы прекрасно знаем, особенно в последнее время, по стране прокатилось прям ряд каких-то странных историй, когда чиновники, ну, откровенно издеваются над людьми. А мы вроде бы как платим налоги, да, и они на наши налоги существуют. Я к чему просто веду? Означает ли наличие общественной палаты то, что не всегда власть в состоянии сама справится, законодательно, исполнительно, с проблемами людей? Она не то, что не в состоянии, она на некоторых моментах не видит. И даже не из-за того, что взгляд замылен, она просто не видит, потому что, к сожалению, не всегда этой жизнью живет. В силу ряда разных обстоятельств. Кто-то все время просто занят этой своей работой. И законодатели в том числе. И нельзя назвать это минусом. Это просто факт. А общественность, и общественные палаты в том числе, это люди, которые на местности, на территории. И поэтому симбиоз-то должен быть. То есть власть увидела, уже получив какое-то предложение от общественной палаты, которое, соответственно, его увидело среди людей. Но было бы странным, если бы люди поодиночке ходили бы в Государственную Думу и делали там предложение. Некоторые люди не знают своего депутата даже здесь, в городском округе Люберцы. Поэтому все-таки и советы депутатов тоже орган, понятный, для чего он создан. Это тоже избранники. Но перед ними стоит ряд определенных задач. А общественная палата – это общественная должность. Люди трудятся по разным направлениям, собираются вместе. Вы представляете, какое-то кладезь различных вообще мнений. Они различные специалисты в разных областях, поэтому имеем основания рассматривать разные вопросы. А это жизнедеятельность города в целом. А что еще? То есть это как бы люди на местах, что называется. Да, люди-то там, они внизу. Они собрались, мы вопрос обсудили. Если после этого родилось какое-то предложение, мы его сформулировали, помогли, спросили у наших юристов, чтобы они его сформулировали дальше уже грамотно. И это выливается в поправки. И правильно ли я понимаю, что власть вас слышит? И скажем так, всегда ли власть вас слышит? Из 10 вопросов сколько вы можете решить, которые вы вот так вот направляете в органы? Первые годы работы общественной палаты было сложно. Но каждый из этих общественников, как и все обычные люди, и как чиновники, зарабатывал свою репутацию. И если ты один раз здраво предложил, по-другому не бывает. Второй раз здраво предложил, значит, ты компетентен. Значит, ты можешь понять проблему, ее сформулировать и еще суметь ее преподнести. Но это уже вот и подросла такая плеяда каких-то общественников. Но они реально есть. Как написано в энциклопедиях, общественный деятель. Есть такая вот конструкция, под которой... Да, ну не зря эта фраза, она имеет место быть. Потому что есть люди, у которых есть силы, возможности, желания и опыт делиться. Поэтому кто-то лежит у телевизора и, в принципе, доволен жизнью. Ну, может быть, он отработал день. Или лежит, но недоволен. Да, по-разному. А кто-то, имея все это, хочет как-то... Сделать лучше. Да, и у него есть желание. Насколько я понимаю, все-таки это орган, который каким-то образом формируется. И, насколько мы поговорили перед эфиром, весной уже будет какая-то пересменка. Назовем это так корректно. Да. Означает ли это, что будут подведены какие-то итоги, как это обычно происходит? Да, вот избирается такой совет. Как часто... Палата, вернее, как часто вы встречаетесь? Как часто на эту палату приходят депутаты, представители власти, глава? Как это происходит? Просто чтобы люди понимали, как вы работаете. Заседаем по мере формирования повестки. То есть иногда бывает некое затишье, таких вопросов нет, и у нас заседают комиссии. То есть комиссии, они заседают регулярно, прием граждан ведется, это обычная жизнь. Когда набираются вопросы в повестку, в принципе, это бывает один раз в месяц, один раз в два месяца. Собирается общественная палата, потому что людей много, все где-то трудятся. Мы формируем эту повестку и обсуждаем эти вопросы. Всегда эта повестка состоит из приглашений экспертов. То есть помимо того, что мы заседаем, мы обычно на рассмотрение вопроса приглашаем того или иного эксперта. Или жителя, который этот вопрос нам предложил в повестку. Он нам обозначивает свою проблему, его боль, или что-то он хочет нам предложить. Мы консультируемся на месте, мы заранее приглашаем экспертов. Если нам нужен глава, иногда бывает и глава на наших заседаниях, например, чтобы погрузить его в ту или иную проблему, которая есть на территории. А глава собирает вас отдельно? Ну вот как президент собирает, например, свою палату, да? Вот приходит раз в году, там, перед Новым годом это происходит. Ну, у нас так обычно происходило на отчетах. На отчетах, то есть бывает такое, да? Ну, он всегда, да. Это непременно. Сейчас тоже будет подготовлен доклад, но по иерархии мы должны сначала выслушать президента, потом губернатора, потом главу, потом будет наш отчет и как раз переформатирование. Вот. Где мы и в виде презентации, и в виде печатного текста, когда собираем мероприятие, когда, ну, не всегда его собирали, потому что это по разным причинам. Если мы до этого заседали палатой, то, в принципе, с этим докладом всегда можно было ознакомиться. Мы еще, скорее всего, мы также проведем какое-то мероприятие, где доложим о проделанной работе. Вот. Но документ такой, конечно, всегда имеет место быть. Вот. И в дальнейшем, при переформатировании, как складывается количество? У нас 45 членов. 15 утверждает губернатор. 15 утверждает общественная палата Московской области. И 15 совет депутатов городского округа Люберца. То есть каждый... Вы по чьей квоте? Мы были от губернатора. От губернатора. Да. Вот. И каждые эти 15 человек формируются списки, они за них голосуют, они за них несут ответственность. В эти органы люди предлагают свои кандидатуры. То есть это целый пакет документов, анкета. Если время хватит, все-таки потом адресую вам, на мой взгляд, очень важный вопрос. Но сейчас у нас остается несколько минут до окончания первой части разговора. Вернемся к тому, о чем надо говорить часами. Какая самая наболевшая проблема на вашем, так сказать, поле деятельности, на вашем фланге этого фронта под названием «Жизнь»? Фронта в кавычках, конечно. Семейная ситуация. Сейчас у нас закон тоже как-то. Все о нем говорят. Никто не понимает о семейном насилии и так далее. Что больше всего трудности? Какие в семье? Денег не хватает, жизнь негде. Пьют. Что? Бьют. За мою работу я не претендую на последнюю инстанцию. Но за мою многолетнюю работу с семьями я вам могу сказать, что это неумение находить компромисс. Ага, это главное. Да. Совершенно к этому не имеет отношения все, что вы перечислили. Это самый главный. Я бы его во главе этой пирамиды поставила. То есть из-за чего потом все происходит? То есть люди, не понимая, к чему это может привести, связывают себя узами брака? Очень завышенная самооценка. Неумение выслушать другого человека. Это мы, в принципе, на воспитали. В предыдущие поколения вот такой проблемы. Все, кто приходят за 40, за 50, ну, те проблемы, они совершенно другого характера. Все, что касается молодых семей, все, у них проблемы именно в этом. Мы где-то в воспитании что-то упустили. И вот эти все лозунги «Живи для себя», «Вкладывай в себя» – они дали свой результат. И причем это во всем. Крилизм. Да, думать только о себе, карабкаться только самой. Ну, поэтому мы в семье не можем гармонию выстроить. Редко кому удается, и приходится проводить очень долгие беседы профилактические на эту тему. Ну, тогда до людей доходит просто, чтобы излечить причину, надо понять корень. Это очень интересно. Вот видите, как мы с вами нашли такой главный источник. Идем дальше. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Напомню, что у нас с Еленой Сергеевной Кончелем, членом общественной палаты, поговорим далее о том, что делается, делалось и какие планы до того, как я понимаю, будет происходить, ну, как перевыбор это называется, да, у вас? Или как пере что? Переформатирование. Переформатирование общественной палаты городского округа Люберцы. Напомню, что вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях член общественной палаты и представитель комиссии по социальной политике, делам женщин, семьи, детей и благотворительности Елена Сергеевна Кончелем. Мы поговорим чуть позже о еще некоторых вопросах, потому что есть еще совет главы, да, по вопросам НКО, патриотическому воспитанию. Сейчас это темы тоже, которые очень часто обсуждаются. Все слышат, что такое НКО. Даже плакаты есть, не только в городском округе, а вообще по стране. Ну, так, получается, я много где бываю. И вот НКО написано, и тот, кто написал, он думает, что ну, все хорошо. А люди даже не знают иногда, что как это расшифровать, и что это такое. Я все-таки хотел коснуться еще работы и вашей комиссии, и других. Все-таки вы представители одной комиссии, а комиссий там много, я так понимаю. Да, 13 комиссий. 13 комиссий. Мы выяснили с вами, что проблема в человеческих отношениях, за которыми стоят судьбы людей, я с вами соглашусь, что все-таки она, как бы нас там сейчас, может быть, не ругали, участники той или иной семейной печальной истории, но действительно все зависит от самих людей, как они выстраивают отношения. Что они ждут, их ожидания. Да, и чего они хотят и тому подобное. Сам являюсь преподавателем, вот, и чувствую иногда о том, что дети тоже приходят с таким же посылом, и это очень трудно исправить, чтобы жили... Человек, конечно же, живет для себя. Ну да, ему же хочется... Да, да, это нормально. Нормально. Но если ты считаешь, что в твоей жизни появляется еще кто-то, будь любезен. Ты же это делаешь добровольно. Знаете, сейчас такой интересный вопрос, неожиданный, совсем не для заседания комиссии. Вот вы как считаете, что такое любовь? Вы знаете, человек, такое существо, ему трудно одному. У нас есть потребность внутренняя, чтобы был кто-то рядом. Есть. И несмотря на то, что у нас есть такое зерно, скажем, как добро и зло в каждом человеке, если ты все-таки ощущаешь необходимо, что тебе нужен кто-то рядом, то этот человек рядом позволяет тебе стать либо хуже, либо лучше. Тут все зависит от тебя. Ты можешь с ним упасть в эту пропасть, или ты можешь научиться любить, научиться заботиться. Один, живя один, или находясь один в социуме, ты этого не научишься. Тебе этот второй жизненно необходим. Потому что все это оттачивать в себе можно только находясь с кем-то рядом. Кстати, вот может быть поэтому, что не все понимают для себя, опять же, что такое любовь и счастье у каждого свои. И это вовсе не дети. Да, безусловно. Но именно проблема демографическая, на мой взгляд, тоже с этим связана. Потому что если вспомнить 90-е годы, как раз пришелся на наш период, и я прекрасно помню, что многие, даже самые пары, которые уже 100% знакомых, друзей, любовь, они не готовы были, даже если бы хотели произвести на свет ребенка в то время, потому что они не знали, как жить-то сейчас и что будет дальше. И мне кажется, этот синдром тоже присутствует. И поэтому, помимо того, что надо найти вот эту свою вторую половину, надо еще потом правильно выстроить свою историю. Это так сложно. Сначала надо понимать свои ожидания, что ты хочешь. Под эти свои ожидания надо искать человека. Не под то, что понравится. Так хочется лежать в телевизоре, чтобы сам нашелся. Да, очень хочется. И уже потом будет понятно. И уже потом учиться выстраивать свои ожидания, какую-то для себя логику построить. Хорошо. Вернемся еще к другим комиссиям и потом уже перейдем к конкретным делам. До того момента, пока будет каким-то образом формироваться новая общественная палата, наверняка все равно кто-то останется, кто-то уйдет. Что планируется? Что у вас в планах на ближайшее время? И на что люди смогут отреагировать и понять, что общественная палата с нами? Вы знаете, во-первых, пытаемся, помимо всего прочего, мониторить ситуацию в городе. Мы же тоже здесь живем. И мы видим, где у нас, например, накаляется обстановка. Очень часто это возникает, когда происходит реализация крупных проектов. Занимались, входим в рабочую группу на базе общественной палаты. Создана рабочая группа по реконструкции и благоустройству Малаховского озера. Сейчас, буквально завтра, будет заседание, где будет формироваться рабочая группа на нашей площадке по реконструкции Октябрьского проспекта. То есть вся жизнь города, мы в ней тоже принимаем активное участие. И где, как ни у нас, на нашей площадке жители могут высказать свое мнение за, против, какие-то дополнения. Чтобы дать им возможность, надо дать прежде всего площадку и место, чтобы люди на улице не создавали митингов. Ну, как-то мы уже взрослые люди, уже все. Я думаю, что должно быть все цивилизованно. Люди садятся, высказывают свое мнение. Ну, это и выброс пара тоже, когда кто-то что-то не понял, не услышал. Ну, во-первых, другие придут, послушают, может быть, об этом и говорят. А вы просто, ну, как бы, дать возможность. Но, с другой стороны, вы тогда, как общественная палата, вы, тут столько у вас существует функций, вы должны это услышать, узнать. Какая-то инсайдерская информация, вот там что-то планируется. Это прямо такая журналистское расследование надо провести по ходу дела. Потому что, когда уже поработаешь в этой области, конечно, есть на территории люди. Во-первых, это те люди, о чем я говорила, с кем наладили диалог. Кому помогли, кого направили. Эти люди становятся, я бы не сказала, что они агенты. Но мы постоянно на связи. И образно можно так сказать. Ну, то есть они платят там ту же монет. Да, если они что-то видят, они нам говорят. И причем это разные моменты. И в том числе, что вот очень важно, вот эта накаленная обстановка. То есть, какая-то не один или не два жителя, а какая-то группа жителей чем-то недовольна. И чтобы ее направить, куда им прийти, для этого тоже надо эту информацию иметь. Жалобы-то пишут? Пишут, конечно. Хорошо. Совсем скоро у нас год такой ответственный. И сразу скажу, что мы и планировали поговорить. Вот вы еще являетесь советом главы городского круга Люберца по вопросам НКО и патриотическому воспитанию. И вот 75 лет победы. Здесь тоже идет, ну не то, что споры. Тут все бесспорно, безусловно. Но как правильно отметить праздник? Потому что патриотическое воспитание, на мой взгляд, заключается не только в «Ура, ура, мы выиграли», а именно в том, чтобы ребенок, студент, молодой человек, да иногда даже уже и немолодой, чтобы он через себя, вот это все прошло через него, вся эта история. И вот мне интересно, как идет подготовка и какое участие принимаете вы в подготовке к 75-летию. Тем более, что патриотическое воспитание – какое-то очень сложное такое словосочетание. Каждый его как-то, мне кажется, по-разному немножко понимает. Мы как-то забили эту фразу немножко. Она немножко как-то вот… Вот есть она и есть, и мы ее уже по-своему. Но патриотам нельзя родиться. И его нельзя… его надо привить. Он должен о чем-то основываться. И у нас есть такие, ну как их назовем, рэперные точки, на которых этот патриотизм зиждется. То есть мы должны испытывать любовь к родине. Но невозможно ребенку говорить о том, люби родину, люби родину. Ребенок должен понимать, и за что он должен любить эту родину. То есть есть те вещи, о которых надо говорить, чем гордиться, чем она славится, эта родина. Об этом обязательно надо говорить. То есть о всех великих спортсменах, великих ученых. Дети должны знать. Не только надо вспоминать, конечно, моменты войны. Но эта тема, она настолько была общая для всех, она так сильно всех сплотила, что, конечно, об этом нужно говорить. Особенно с учетом того, что мы сейчас слышим и видим. И детям доступен интернет, и они его читают. И для этого они быть на 200% уверены в исходе войне, как это происходило, сами знать правду. Поэтому мы должны быть с ними для этого абсолютно честны, правдивы. И для них до них донести так, чтобы никакая информация извне не могла перекрыть то, в чем они уверены на 100%. Для этого они должны доверять. То есть им должно быть интересно. Им должно быть интересно, понятно. То есть не плакатно должно быть, а через сердце, через голову, через понимание своей семьи. Потому что, к сожалению, люди эти уходят, их совсем мало остается. Те, кто реально принимал в этом участие, да еще какое участие. Иногда я вот вижу, как мы получаем тоже информацию. Иногда это все немножечко, на мой взгляд, не так. Формально. Формально. А из-за этой формальности мы можем еще раз потерять поколение, только потому что мы будем вроде как насаждать, и нам будет казаться, боже, какие мы молодцы, как мы их всему научили. А на самом деле это может пройти мимо них. Не тронет. Не тронет. И они уже не расскажут другому поколению. А это очень важно. То есть если мы с вами еще застали, наших дедушек, которые рассказывали настолько со слезами на глазах, что ты это прямо осязал. То есть он тебе рассказывал, а ты понимал, его глазами мог увидеть. То следующее поколение этих дедушек уже не застали. Значит, мы должны сделать что-то такое, чтобы они это так же прочувствовали. И потом несли бы своим детям. И эта цепочка бы не прерывалась. Когда вот только появился проект «Бессмертный полк». Замечательный проект, который тоже придумали обычные люди. Этих людей уже нет. И как бы мы подхватили эту идею. Мы одни из первых, кто пошел. Потому что людям было, во-первых, непонятно, во-вторых, боязно. Это нормально. У нас все новое воспринимается немножечко так в штыки. Пошли. А теперь без этого уже кажется. А теперь уже все идут. В этом году. Причем это было не просто так. Мы совместно с благочением проводили акцию. У нас же 27 января была годовщина снятия блокады. И было принято решение поздравить их как-то отдельно. Все эти люди уже в возрасте, хотя они многие детьми пережили блокаду. Мы решили к ним проехать и подарить им подарок. Вообще их навестить. Ну и самый последний вопрос, который, помните, я вам обещал адресовать. Елена Сергеевна, а вот зачем вам это все? Ну вот занимались бы своим делом, работали бы. Я сейчас вот в таком смысле. Почему? Потому что как становятся членом общественной палаты? Что вас не устраивает в жизни? Я могу рассказать только свой собственный опыт. У меня у самой 7 детей. Тут можно точку даже поставить. Я настолько много лет провела сама, грубо говоря, в декрете и продумывала всегда, много читала воспитание своих собственных детей, потому что из всех приоритетов в жизни это самый главный. То есть мне хотелось, но для меня это было важно, не только их родить и не только их накормить, обуть и одеть, а как-то так воспитать, чтобы мне это нравилось. Вот так, как я это хочу. И в какой-то момент я поняла, что все со своей стороны, то, что дома я делаю, а мне надо еще извне создать какую-то среду такую. Ну, ты же не можешь на это повлиять, если только ты сам туда не пойдешь. И какие-то вещи детям показать такие, которые, если ты сама не сделаешь, можно миллион раз дома за столом объяснять. Но мне бы хотелось, чтобы они в этом ракурсе сами развивались. У меня вариантов не оставалось, кроме как пойти это и сделать. И когда они видят, чем я занимаюсь, мы много что обсуждаем. У вас сколько мальчиков и девочек и как у вас отношения? Пять девочек, и только два мальчика. Да? Да, но они уже все взрослые достаточно. Две старшие дочери замужем, уже внуки подрастают. А для меня это... Не верю. Да, для меня это важно, потому что они все на меня смотрят. То есть это... Прежде всего я это делаю для своей семьи, для своих детей. С вами можно было делать отдельную программу, как женщина рискнула на семь детей. Такое название. Но, возможно, мы это еще сделаем. Можно. Спасибо вам большое. От имени всех наших телезрителей, от разных, которые критикуют, рады работе вашей, передайте Общественной палате, что мы хотим, чтобы вы хорошо все отчитались, продолжали работать те, кто достоин. И если кто-то придет новый, будем надеяться на то, что все-таки Общественная палата будет работать для нас, для людей. И когда власть что-то не успевает почувствовать, чтобы вы были тут как тут. Спасибо огромное. Елена Сергеевна Кончили, член Общественной палаты, представитель комиссии по социальной политике, делам женщин, семьи, детей, благотворительности, мать семерых детей, была сегодня гостем нашей программы. А с вами был Николай Пивненко. До свидания.